Главные вопросы в системе образования на сегодняшний момент едины во всей области. Антитеррористическая безопасность в детских учреждениях, пропаганда здорового образа жизни и популяризация комплекса ГТО. А также создание комфортных условий в школах для детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда». В этом году запланировали на эту тему 5,5 миллионов рублей. И в целом ряде школ мы сделали специальные ремонты с пандусами в санузлах, приобретали специализированное оборудование в таких школах, как 8, 25, 41, 48 в Малаховке, 18 в Томилино. Кроме того, в управлении образования работают над ликвидацией второй смены в учебном процессе. И надо сказать, успешно. На сегодняшний момент только 1% из 26 тысяч детей занимается во второй половине дня. На собрании затронули также и другие проблемы. Любой желающий мог задать свой вопрос. Как оказалось, многих люберчан волнует нехватка специалистов в здравоохранении. Приходишь в поликлинику, занимаешь очередь, а тебе говорят, не занимайте, врач не может принять. Как можно тогда учиться в школе, если мы не можем получать нормальное медицинское обслуживание, чтобы ребенок был здоров и посещал школу, получал образование. В целом по области дефицит врачей составляет 4 тысячи. Всего в подмосковной системе здравоохранения работают 2,5. Похожая ситуация и с учителями. Эта проблема актуальна для близлежащих территорий с Москвой, поскольку, к сожалению, есть высокая дифференциация в уровне заработной платы. И самым важным у нас инструментом поддержки и закрытия проблемы дефицита является улучшение жилищных условий. С 1 января будет запущена губернаторская программа. Ее цель – обеспечить учителей, врачей и работников наукоградов жильем. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.